Валерий Курас Снеги От стен московского Кремля берет свое начало 800-километровая трасса с Золотое кольцо, самый крупный в стране комплексный туристский маршрут. Города, расположенные на его пути, словно драгоценные камни уникального кольца, вобрали в себя природные и культурные богатства Руси. Сегодня наш рассказ о заповедных местах Владимира Суздальского края. На этой древней земле сохранилось много шедевров русского зодчества, памятников старины. Город Владимир Его история уходит корнями вглубь веков, к началу 12-го столетия, когда на окраине Киевского княжества возник укрепленный поселок. Вскоре ему было суждено стать богатым и могущественным городом. Сейчас, здесь мирно соседствуя и дополняя друг друга, живут рядом старые и новые. Золотые ворота, построенные из белого камня, были парадным въездом в древнюю столицу Руси, главным оборонительным рубежом княжества. О доблести и славе, о ратных подвигах русских воинов помнят эти своды. Летопись Владимира рассказывает и о людях, создавших этот город, украсивших его неповторимыми сооружениями. Архитектурное чудо Владимира, Дмитриевский собор был воздвигнут в конце 12-го столетия. Как древний воин, стоит он в золотом шлеме в драгоценных белых одеждах. 1300 барельефов покрывают стены собора резным каменным ковром. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Фрески безвестных мастеров дополняют строгую торжественность собора. А эти росписи, сделанные в Успенском соборе почти два столетия спустя, принадлежат кисти великого художника Руси Андрея Рублева и его сподвижника Даниила Черного. Пусть фрески покрылись потиной времени, потускнели их краски, но на века сохранились для потомков произведения высокого искусства. Успенский собор, самый ранний памятник города, был главным храмом Владимирского княжества. Неподалеку от Владимира на зеленых холмах высокого берега реки Каменки раскинулся Суздаль. Этот город, почти целиком сохранивший свою первозданность, бережно храняется народом и государством. На одной из окраин Суздаля возник своеобразный заповедник, где представлены образцы русского деревянного зодчества и крестьянского быта. Суздаля Подражая своим дедам и прадедам, искусные мастера-реставраторы возводят эти строения теми же инструментами, топором и пилой. Пока город еще не проснулся, пройдем по улицам и площадям Кремля. Освещенные лучами раннего утреннего солнца, окутанные тишиной, предстают перед нами молчаливые свидетели далекого прошлого. Суздаль создавался в течение девиз столетий. Неповторимой цельности сложившегося ансамбля в каждом сооружении живет душа народного творчества. Древний тихий Суздаль стал городом-заповедником. Ежегодно в музей под открытым небом на свидание с русской стариной приезжает около миллиона советских и иностранных туристов. В последнем нескольких веков, 13-го, 16-го, 18-го, в городе сложились монастырские ансамбли, кремлевские помыслы. Благодаря искусству и таланту суздальских мастеров, народных умельцев, исторически сложился неповторимый, уникальный ансамбль города. Сейчас он находился на территории Суздальского Кремля. Перед вами Рождественский собор памятник архитектуры 13-го и 16-го столетия. Это один из древнейших белокаменных памятников в городе Суздале и на северо-востоке Руси. Храм белокаменный, сражен из тесаного белого камня в технике полубутовой кладки. Фасады собора венчаются по закомарным посводным покрытиям. В середине фасадов проходит аркаторно-колончатый фриз, украшенный прекрасной белокаменной резиной. Часы, которые, как и 200 лет назад, отпевают каждую минуту в четверть, в полчаса, в четверть и в каждый час. К услугам любителей дальних странствий комфортабельный мотель. Как и другие постройки туристского центра, он вынесен за пределы города. Редко кто пройдет мимо этой сувенирной лавки. Любая вещь здесь – тоже произведение искусства, память о гостеприимной земле. Здесь продаются русские сувениры, изделия народных умений. Изделия мастеров, которые сохраняют художественные традиции нашего края. И, конечно, каждый непременно отведает блюда национальной кухни. Бывшие трапезные служат этой цели и сегодня. Бывшие трапезные служат в веке. Знакомство с Суздарем может длиться бесконечно. Здесь каждое здание – памятник, своеобразный музей. Крестовая палата архиерейского дворца. Здесь собрано много произведений прикладного искусства, и живописи. Продолжение следует... Крестовая палата архиерейского дворца. Здесь вы видите… Крестовая палата была местом приемов и торжественных обрядов. 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 Наши предки оставили нам свое восхищение прелестью мира. Небо и земля дивны, говорили они. Золотое кольцо это страница истории России. Встреча с прекрасным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова